доброго времени суток друзья в 2020 году мы с вами встречаемся на продуктовом вебинаре впервые и сегодня со мной в студии главный технолог завода тенториум руланд единственного в россии по переработке всех известных продуктов пчеловодства марат муслимович псянчин добрый вечер а начнем мы сегодня с приятного поздравления накануне замечательный праздник день защитника отечества я хочу всех мужчин сегодня в студии те кто по другую сторону экрана наших близких родных поздравить с наступающим праздником пожелать вам крепкого здоровья любви и чтобы мы оставались все же слабым полом а вы были всегда нашими защитниками и нашей крепостью с наступающим вас праздником дорогие наши мужчины ну а мы возвращаемся сегодня к теме нашей встречи и она будет полностью посвящена продуктом из прополиса прополисную тему мы выбрали не случайно связи с напряженной обстановкой как в россии так и во всем мире повсеместными карантинами которые проходят во всех детских дошкольных учреждениях образовательных и в медицинских учреждениях и если немножко обратиться и вспомнить всего у нас известно 10 продуктов пчеловодства но сегодня мы раскроем тайны и секреты только одного из них это прополиса марат почему мы решили остановиться на этой теме из всего ассортимента продуктов пчеловодства наиболее изученными по противовоспалительным обезболивающим и противовирусным с восстанавливающими свойствами эффектом является прополис прополис это смолистые вещества от коричневого до тену зеленого цвета вырабатываем пчелами для замазывания щелей а также регулированной проходимости летка и дезинфекции ячеек сот перед засеем яиц маткой а также для изоляции посторонних предметов улья прополис это клейки вещества которые пчелы собирают с весенних почек деревьев таких как тополь ольха березы и других а также они смолы модифицируют своими ферментами но это пожалуй самый главный момент вот во всем этом превращении пчеловоды собирают прополис специальными решеточками или просто скапливают его со стенок с каждого улья в сезон можно собрать от 30 до 150 грамм прополиса ну согласитесь совсем совсем немного говоря о том какой эффект и какие потрясающие свойства у этого продукта некоторые пчеловоды переплавляют собранный прополис на водяной бане отделяя его от механических примесей то есть это могут быть кусочки например цемента чем не глушаются пчелы это естественно могут быть хвоя камушки какие-то при этом прополис сохраняет полностью свои свойства прополисе идентифицировано более 200 соединений в среднем прополис состоит из 50 процентов смолообразных компонентов это флавоноиды ароматические кислоты эфир этих ароматических кислот около 30 процентов воска это сложные эфиры жирные кислоты 10 процентов эфирного и ароматического масел 5 процентов цветочной пыльцы а также 5 процентов других субстанций это минеральные вещества кетоны лактоны хиноны витамины сахара ну и вся вот эта механика на механические примеси то есть очень богатый очень сложный состав кроме этого прополис содержит по практически все микроэлементы от самых необходимых для человека то есть это калий кальций магний натрий так далее и до следовых такие как кобальт фосфор серы и многие другое многие другие из минералов в значительно большем количестве присутствует макроэлемент это кальций также в прополисе выделены витамины это преимущественно группы b b1 b2 b6 а также витамины а c е п и h то есть практически вся линейкой весь спектр витаминов абсолютно верно также в состав прополиса входят аминокислоты такие как аланин аминомасляная кислота аргинин аспарагиновая кислота глицин триптофан фенилаланин и цистеин многие из них являются незаменимыми для человека вот это пожалуй самое важное да то есть который не синтезируется организмом самостоятельно мы их должны получать извне в том числе из прополиса большое терапевтическое значение имеют флавоноиды то есть это практически одни из самых главных изученных компонентов и активных компонентов прополисе они представлены пятью соединениями кроме этого прополис содержит также различные ферменты их присутствие прополисе не такое большое и она и конечно имеет свое огромное значение например если в меде и в маточном молочке это большая превалирующая часть и за счет этого выходят эти первичные эффекты то здесь конечно совсем другие выходят на первый план активные компоненты но тем не менее ферменты тоже оказывают свое влияние свои свойства при исследовании находятся новые компоненты среди которых есть даже натурально антибиотические вещества существование которых раньше не было известно ничего это эфирные масла другие натуральные вещества неблагоприятные для возбудителей болезни например противогибрукового вещества пенецимрин или действующий подобным образом кофейно-кислый эфир ну вот все что мы сейчас тобой рассказали то есть это такая вот прямо химия химия да мне хотелось бы это как-то резюмировать и сказать что для выполнения всех защитных функций прополиса важным именно считает множественность его компонентов которые обеспечивают совместное эффективное действие то есть микроорганизмы особенно патогенные микроорганизмы они не могут приспособиться к такому вот многообразию вот этих постоянно видоизменяющегося его состава соответственно у человека тоже как бы не вызывают привыкание и они и как бы за счет этого именно вот оздоровительные свойства которые мы сегодня перечисляли они дают вот этом многообразие получить ну марат давай тогда попробуем разобраться какие возможности технические возможности есть на заводе и что мы можем приготовить из прополиса на заводе тенториум руланд освоена и внедрена технология экстрагирования всеми пищевыми экстрагентами таки как вода спирт масло и технологии получения высококачественных продуктов из прополиса ну давай сегодня покажем и расскажем тогда о них о всех попробуем прям по порядку и ну прям вот по порядку первым который идет это продукт номер один то что он из себя представляет он себя представляет спиртовой экстракт из той части прополиса которая не растворилась в воде в процессе изготовления пиви экстракция идет вначале чистым этиловым спиртом с последующим добавлением воды а чистый этиловый спирт это какой процент это 96 процентов прям настоящий медицинский вода в данном случае призвана снизить раздражающее воздействие чистого этилового спирта при этом содержание спирта растворимых веществ прополиса в продукте номер один достигает 12 процентов и вот здесь вот я хочу сделать небольшую ремарку потому что очень часто к нам обращаются дистрибьюторы говорят ну в принципе спиртовую настойку можно приобрести в аптеке да то есть там продают 5 10 там 30 процентную настойку но вот мы останавливаемся именно на такой как бы ну как бы середине почему потому что пять процентов это недостаточное количество выделено активных компонентов ну скажем будет так слабоват для вот всего многообразия этих свойств а 30 процентный он уже будет обладать токсичным и раздражающим действием и вот здесь вот технология именно на заводе доведена до такой степени чтобы снизить вот это токсическое раздражающее действие на наш организм в результате спиртовая экстракция позволяет выделить то есть экстрагировать из нативного прополиса комплекс активных веществ и это флавоноиды и бифлавоноиды основное действие продуктов будет происходить именно за счет этих флавоноидных фракций и применяются они для профилактики процессов старения и профилактики болезни цивилизации такие как артериальная гипертензия да то есть это повышенное артериальное давление это сахарный диабет это болезни щитовидной железы кроме этого продукт номер один он помогает улучшить реологические свойства крови то есть делать кровь более жидкой что обеспечивает ее лучшее движение по сосудам и соответственно стабильную работу сердца стимулирует обменные процессы регенерацию то есть восстановление тканей но и защитные функции всего организма помимо всех этих свойств продукт будет обладать антисептическими противовоспалительным противовирусным противогрибковым обезболивающими рано заживляющими действиями то есть то что собственно говоря несет в себе прополис но я хотела бы сегодня показать и продемонстрировать ряд опытов да с нашим продуктом потому что вопросов бывает очень много и по методике которую мы рекомендуем и по тем по применению как мы рекомендуем это нужно начинать продукт с пяти капель который доводится до 15-20 капель в небольшое количество воды или молока как в данном случае и принимать три раза в день я предлагаю марат провести прямо этот опыт для того чтобы у меня созрел прям вопрос хочу тебе его задать вот мы копаем небольшое количество воды я сразу же вижу что в принципе прополис он моментально распределяется по поверхности молока и очень хорошо как бы то есть нет никакой не пленки ничего то есть он моментально вот прям распределился в связи с этим вопрос как технологу почему в молоке продукт номер один усваивается лучше чем в других жидкостях очень просто молоко представляет собой природную эмульсию которая соединяет себя и воду и молочный жир и белковую составляющую поэтому имеет способность составить себе прополис наилучшим образом прополис вообще это конгломерат веществ оставляющихся в различных экстрагентах и воде и жировой составляющей и спирту найдется что вытянуть из прополиса поэтому если противопоказаний нет и если вы переносите молоко спокойно да и вам не запрещено доктором или по каким-то другим показаниям то лучше всего продукт номер один растворять в молоке давай возьмем другую ситуацию как мы сейчас сказали что этот продукт показан для людей которые например имеют ну со стороны сердечно-сосудистой системы проблем и как правило старается исключать или ограничивать молоко или молочные продукты ну или просто непереносимость компонента до лактозы или еще чего-то в этом случае мы предлагаем в качестве биожидкости это обычную стандартную воду сюда также капаем нужное количество продукта номер один и вот здесь вот начинается очень интересная химия то есть у нас она приобретает во первых эмульсию да то есть она сразу же вы видите да на поверхности в такой как бы кольцо и если посмотреть сверху то мы увидим прямо такая пленка образуется на вот на поверхности этой жидкости что это за пленкой и нужно ли ее удалять или я могу пить как конечно же удалять не стоит пленка на поверхности воды это часть жирорастворимой фракции прополиса то есть флавоноидов которые могут раствориться в спирте а в воде они не могут раствориться и поэтому они образуют вот эту вот пленку напоёмся воды конечно же удалять не стоит а лучше употребить то есть есть да лучше съесть вот так вот как я сделала замечательный вкус прополиса то есть это именно вот те активные компоненты которые находятся и которые нужны одни из одни из самых активных компонентов ну что ж мы разобрались сердце мы поправили сосуды почистили до болезни цивилизации мы можно сказать практически уже избавились ну или по крайней мере запрофилактировали себя мы переходим к следующему продукту и к следующему бальзаму это топовый продукт компании tentorium продукт номер два да как в принципе не но не на слух он или водный экстракт прополиса и пиви практически это визитная карточка компании tentorium до которая в в разных есть дозировка 100 200 миллилитров и вот такие наши пятнашки да как бы 15 миллиметровые миллилитровые мы их еще называем мерзавчики чем удивительна технология водного экстракта прополиса как мы уже сказали имеет прополис имеет сложный состав и только порядка его 15-20 процентов от его массы может раствориться в воде содержание водорастворимых сейчас прополисовый пиви достигает примерно 15 процентов так как вода как экстрагент то есть растворитель имеет свой предел насыщения дальнейшее увеличение концентрации прополисовый пиви можно возможно только путем испарения воды так называемое сгущение хочу сказать что компания tentorium близка к внедрению щадячего метода сгущения пиви это испарение воды при температуре меньше 40 градусов с помощью глубокого вакуума при этом увеличение концентрации прополисовый пиви так называемый ноу-хау внедрена компанией tentorium будет обеспечивать сгущение таким образом чтобы основные действующие вещества и пиви не разрушались так ты сейчас прямо ну вот открываешь вообще новую занавес как бы то есть мы на пороге стоим новых открытий я так понимаю новых технологий и возможно новой линейки продуктов даже ни одного продукта абсолютно верно и мы прямо вот скоро скоро можем вот узнать и увидеть и услышать о новых продуктах компании все вероятно но вообще прямо открытие за открытием будем ждать новых топовых продуктов и новой топовой линейки с компании а мы возвращаемся к водному экстракту прополиса и пиви в результате водной экстракции экстрагируется другая группа активных компонентов и действующие вещества это гидроксикоричные кислоты такие как кофейная кумаровая розмариновая хинова хиновая фирулова фирулова и и другие наличие этих кислот объясняет его совершенно другие свойства прежде всего антибактериальная противовирусная противовоспалительная противовирус противогрибковы то есть вся защита нашего организма от неблагоприятных факторов окружающей среды и соответственно патогенных микроорганизмов что является традиционным источником этих вот гидроксикоричных кислот откуда пчелы берут эти кислоты прополисе перерабатывает из таких растений как яблоко груша а его виноград манго земляника черника это если брать плодовые растения также капуста сладкий перец томаты щавель сельдерей чабрец ревень также гидроксикоричные кислоты содержатся в чае в кофе в шоколаде в семенах масличных при этом есть еще не традиционные его источники это цветы и корень их иноцеи цветы ромашки аптечной листья и плод лопуха большого листья мелисы кора лиственницы ели каштана дубы гребни винограда листья гречихи татарской тогда марат вот прям вопрос вот ты перечислил прямо ну в принципе доступные источники сырья до который произрастает и у нас но за исключением манго до произрастает в нашей как бы средней полосе россии что будет если я возьму мятую землянику или вот то что ты перечислил какую-то гречиху и просто сделал водную экстракцию то есть ну отвар по-русски сказать я в этом случае получу себе гидроксикоричные кислоты да конечно получите но при этом их будет очень мало большая часть будет разрушена а за разрушена будет за счет чего за счет теплового воздействия за счет теплового воздействия за счет того что грубо говоря запаривание кипятком да ну то есть отвар мы его просто скипятили да а здесь вот именно технология она очень щадящая на заводе да она очень щадящая и скажем так очень ограничено по времени разбито на несколько диапазонов все это сделано для того чтобы максимально сохранить гидроксикоричные кислоты в составе и вот здесь вот очень важный момент то что в экстракте прополисом водным имеется концентрированное содержание этих коричных кислот и они имеют четкий диапазон то есть каждая вот из которой мы перечислили это кофейная кумаровая хиновая фируловая розмариновая так далее они имеют свой диапазон и строгая концентрацию этих важных активных компонентов и отсюда же сразу же следующий вопрос вытекает очень часто наши дистрибьюторы наши потребители говорят что мы берем вот по разные партии до продуктов и они отличаются цветом запахом даже вкусовыми своими качествами они отличаются в чем здесь главная стабильность в чем здесь вот может быть как раз таки стабильность главное заключается в том что суммарное содержание все гидроксикоричных кислот она всегда 1 1 и того же порядка всегда она постоянно но с маленьким плюсом минусом поэтому она всегда держится возле одной цифры да и поэтому несмотря на различие цвета запаха и вкуса вот это суммарная цифра гидроксикоричных кислот она всегда одинаково да поэтому здесь нужно быть всегда спокойным поэтому качество и честность это основной девиз тенториум руланд нужно еще и понимать что прополис он всегда разные бывают в зависимости от климатического условия даже на одной и той же пасеке год от года прополис будет им будет разным но при этом содержание гидроксикоричных кислот они всегда одинаково вот это является основным компонентом ну что понятно и сейчас собственно говоря о технологии мы переходим к действию этого продукта то есть водный экстракт прополиса активен в отношении многих патогенных микроорганизмов вирусов грибков как бы даже простейших то есть коричные кислоты как основные компоненты они будут оказывать вот противогриппозное действие да то есть сегодняшняя наша собственно говоря тема была поскольку водный экстракт прополиса оказывает вот это противовирусное действие результаты доказали что коричные кислоты являются активными компонентами с противовирусным эффектом это кстати очень многие научные данные и разработки вообще мировых как бы тенденций поэтому на сегодняшний день когда идет вот это эпидемия вирусных карантин и как бы дел во всей стране конечно нужно для профилактики обязательно использовать препараты и продукты содержащие прополис у нас на заводе в центральном офисе также вводят все эти карантинные действия и для всех сотрудников мы в обязательном порядке используем все наши продукты ну поэтому мы стараемся держаться и держим всегда на рабочем месте кроме этого есть очень интересные исследования которые проводились это в качестве доказательной медицины но вот один из них как бы примеров там мы хотим сказать это центрально научно-исследовательский институт гастроэнтерологии в москве который оценивал воздействие водного экстракта прополиса на состояние кислота образующей функции желудка с возможностью уничтожения возбудителя язвенной болезни желудка так называемого геликобактер пилори так вот результаты показали что в 100 процентов случаев есть положительный результат в одном случае достигается полное уничтожение этого возбудителя в другом четкое снижение его развития то есть обсемененности поэтому доказано что водный экстракт прополиса эффективно влияет на и подавляет рост этого геликобактер пилори ну и следующий вопрос как я не могу его просто не задать марата могу ли я в домашних условиях взять но самые простые до компонент это вода это прополис который я могу приобрести там у своего знакомого пчеловода или на рынке и приготовить водный экстракт прополиса но дома тот водный экстракт прополиса который готовим и приготовить не получится потому что еще раз повторюсь мы его готовим очень щадящих условиях грубо говоря дома можно сделать переваренный экстракт прополиса его полезные действия будут значительно ниже чем наши пиви а если даже нельзя сказать что может быть и а может и не будет имеется в том что даже может быть и хуже сделаем потому что не выдержаны никакие технологические условия то есть кто знает кто знает я предлагаю посмотреть сейчас небольшой видео фрагмент о том как готовится водный экстракт прополис на заводе тенториум рулон для того чтобы рассеять вообще все сомнения и для того чтобы каждый из вас понял какой-то сложный многоступенчатый процесс давайте посмотрим производство бальзама и пиви сложный высокотехнологичный процесс который включает в себя следующие этапы нативный прополис проходит два этапа контроля визуальный и лабораторный в лаборатории нативный прополис проверяется на соответствие требованиям гост после контроля нативный прополис поступает в экстрактор для переработки в экстрактор подается вода прошедшая через уникальный комплекс водоподготовки вода обработана шонгитом и ионизирована серебром нативный прополис и подготовленная вода тщательно перемешиваются до однородного состояния процесс экстракции протекает при постоянном поддержание определенной температуры и давления которые контролируются датчиками в автоматическом режиме процесс управления выведен на сенсорную панель спустя несколько часов полученный раствор разделяется на фракции водорастворимые полезные вещества нативного прополиса полностью переходят в водный экстракт прополиса с помощью перистальтического насоса через систему микрофильтрации водный экстракт прополиса перекачивается в накопительную емкость целостность фильтров контролируется в автоматическом режиме далее водный экстракт прополиса и пиви по трубопроводу подается на автоматическую линию фасовки таким образом пройдя по технологической цепочке производства продукта водного экстракта прополиса мы смогли с вами убедиться в том что этот процесс абсолютно закрытый без возможности его какого-либо внешнего воздействия на том оборудовании которые нас проектировали изготовили немецкая компания руланд инженеринг мы обеспечиваем производство безопасного качественного и вкусного продукта повторить который в каких-либо домашних условиях не представляется возможным вот поэтому мы и гордимся своим заводом заводом тенториум руланд на который делает такие замечательные продукты а мы переходим к следующему продукту из линейки прополисных это продукт номер 3 относительно новый продукт компании тенториум но уже который за мы завоевал своих любимчиков любителей и поклонников в чем особенность технологии этого продукта новые технологические процессы инновационной методики и современной оборудовании позволили создать новый комплексный продукт переработки прополиса продукт содержащий извлекаемые спиртом флавоноидные соединения из прополиса и сделать его безалкогольным то есть арифметика этого продукта очень проста то есть мы берем продукт номер один номер один это спиртовая настойка прополиса который сейчас вы кстати видите на экрана да который извлекается здесь комплекс активных веществ это биофлавоноиды это раз берем второй продукт номер два это и пиви да из которых мы с помощью водной экстракции извлекаем гидроксикоричные кислоты их соединяем в определенной пропорции и удаляем спирт вот это самое главное то есть суммарное содержание водорастворимых и спирта растворимых веществ вот в этих двух продуктах сколько будет в результате в продукте номер три оно достигает 15 процентов то есть это как раз золотая середина да именно та золотая середина то есть это получается доведена до совершенства технологии в результате которой идет более полное извлечение активных компонентов из прополиса и получение продукта с максимально насыщенной формулой активных компонентов есть такой интересный факт количество флавонолов и флавоноидов в прополисе выше чем в красном винограде выше чем в 122 раза в апельсине 216 раз в шпинате в 240 раз а вот в сельдерее в 893 раза поэтому собственно говоря цифры говорят да за выбор то есть вы можете конечно использовать и есть тоннами виноград или сельдерей а можете просто взять продукт номер три и собственно получить все эти активные компоненты а использовать кстати этот безалкогольный как ты подчеркнул марат бальзам можно и детям и взрослым и водителям и любым другим как бы людям которые профессиям да которые управляют например какими-то точными да механизмами в период эпидемии восстановление после перенесенных заболеваний после операции или до операции то есть прямо у него спектр очень и очень большой да то есть продукт номер три может быть рекомендован так же как и и пиви более широкой аудитории но при этом следует учесть что возможно образование осадка перед употреблением этот продукт номер три необходимо стряхнуть осадок это частицы прополиса выливать его не надо то есть вот это очень важно да то есть если другие продукты мы такого нигде не говорили то в продукте номер три мы прямо акцентируем что вот этот осадок когда мы берем этот продукт просто его нужно несколько раз стряхнуть и тогда вот эта вся активная фаза она ну однородно перемешается что мы тогда получаем еще раз хотелось бы сказать из этого продукта прежде всего это фламоноиды которые будут противодействовать окислению жиров что очень важно в профилактике процессов старения онкологических заболеваний ну и вообще других заболеваний улучшает реологические свойства крови снимает сосудистые спазмы стимулирует обменные процессы защитные реакции всего организма и вторая группа это коричные кислоты которые сферогируются из прополиса они будут обеспечивать противомикробное действие проявлять противовирусную активность обладают анестезирующими антибиотическими противовоспалительными действиями и способностью к обезвреживанию токсинов еще раз хотим вашего внимания как раз заострить вы сейчас видите на слайде это те активные компоненты это флавоноидные части которые будут обеспечивать и создавать защиту против болезней цивилизации и коричные кислоты которые будут создавать такой щит от беды скуки нищеты от всех патогенных микроорганизмов и других неблагоприятных факторов в нашем организме ну это мы с тобой все проговорили продукт номер 3 оказывает тонизирующие общеукрепляющие действия на весь организм влияет на обмен веществ усиливает все восстановительные процессы замедляет процессы старения что самое главное и повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам ну с бальзамами более или менее как бы разобрались и в принципе у меня все стало на свои места то есть мы сейчас знаем для чего и при каких обстоятельствах как употреблять и наверное есть смысл перейти дальше по заводу нашему Тенториум Ролан и перейти к сыпучим веществам потому что в арсенале есть и такие у нас продукты но я предлагаю рассказать о продукте прополис С что это за продукт? во-первых это биологически активная добавка к пище он представляет из себя крахмал в качестве носителя который пропитан спиртовым экстрактом прополиса смешанный с глюкозой, пектином и аскорбиновой кислотой то есть витамином С основные действующие вещества это экстракт прополиса и витамин С крахмал с пектином и глюкозой создают основу напитка при этом следует отметить что пектин вдобавок проявляет еще и функции гелеобразователя наряду с крахмалом и является еще добавок энтрасорбентом способным выводить из организма токсины и ионно-тяжелых металлов содержание сухого экстрактивного вещества прополиса пять с половиной процентов или в пересчете на одну банку 150 грамм 8,25 грамм сухого экстрактивного вещества прополиса но при этом для изготовления этих 8,25 грамм экстракта прополиса необходимо 255 грамм нативного прополиса другими словами примерно треть этой банки составляет нативный прополис то есть содержание прополиса здесь очень велико то есть еще раз вот в этой банке 1,3 это нативный натуральный прополис со всеми его активными компонентами я тебе в ответ тоже могу сказать мы проводили исследование в научно-исследовательском институте питания РАМ, российской академии меднаук по суммарному содержанию антиоксидантов и сейчас вы на своем экране увидите таблицу где видно что прополис С превосходит такие известные продукты антиоксиданты как клюква, рябина, брусника черноплодная рябина, чай зеленый, лимон то есть это те традиционные источники вот этих антиоксидантов и прополис С как мы видим он в несколько раз превосходит по количеству вот этих активных компонентов антиоксидантов в чем особенность витамина С которую мы добавляем в этот продукт витамин С получает химико-ферментативный способ из глюкозы с помощью микроорганизма глюконобактер оксиданс флавоноидные соединения усваиваются и работают эффективнее в паре с аскорбиновой кислотой 1 чайная ложка обеспечивает 16% необходимой суточной дозы потребления витамина С а также 40% от рекомендуемой нормы потребления флавоноидов то есть сумма флавонов и флавонолов то есть смотри здесь опять получается очень интересная такая игра компонентов с одной стороны это витамин С мы знаем что если мы вдруг заболели или у нас какая-то продрома то есть предвестники неважно какой там вирусной инфекции или какой-либо другой то мы можем дать себе ударную такую дозу витамина С то есть в принципе здесь мы убиваем сразу же двух зайцев то есть у нас и витамин С и антиоксиданты которые содержатся в прополисе то есть полезные вещества то есть это первое поэтому основное показание применения это вирусные простудные заболевания как на стадии уже развития так и только как предвестниками как профилактика как профилактика вторая очень интересная составляющая о том что мы в самом начале сказали о том что это собственно говоря крахмал да на который ассорбирован из пектина и пектин да если правильно приготовить этот раствор то есть взять его то есть это чайную ложку которую мы растворяем в достаточно горячей воде то есть теплой горячей воде до 60 градусов в этом случае получается раствор такой киселеобразной массы и он очень хорошо обволакивает стенки желудка при этом то что ты сказал за счет этих пектинов он является энтеросорбентом он убирает все ненужные компоненты соли ионы тяжелых металлов и так далее но еще защищает слизистую оболочку то есть если какие то есть агрессивные компоненты то есть но если по каким то причинам человек дополнительно принимает лекарственные препараты да фарм препараты или имеется язвенная болезнь желудка допустим да ну какие то дефекты слизистой оболочки желудка поэтому этот продукт он вот за счет вот этих обволакивающих свойств пектина крахмала и прополиса он конечно будет еще оказывать вот свое противовоспалительное защитное действие поэтому все заболевания желудочно-кишечного тракта сахарный диабет они все входят в список показаний этого продукта ну с этим продуктом тоже в принципе более менее мы все разобрались то есть достаточно простой свои технологии давай перейдем еще к одной очень удивительной технологии это медовые композиции вот я тебе ее даже предлагаю это медовые композиции тополек например да с прополисом да ну что можно рассказать про технологию производства медовых композиций мед после распуска подается в купажную емкость затем в эту же емкость или танк мы его называем добавляется и остальное сырье маточное молочко экстракт прополиса пыльца перга все зависит от рецептуры в данном случае в топольке это мед и экстракт прополиса согласна в начале происходит двойное перемешивание это рамная мешалка и гомогенизатор фреза они вращаются разнонаправленно и с разными скоростями при этом создается определенный турбулентный поток позволяющий смешать все ингредиенты максимально равномерно затем при подаче на фасовку включается режим ультразвуковой гомогенизации в чем его суть ультразвуковая гомогенизация основана на кавитации когда жидкости подвергаются интенсивному воздействию звуковых волн и происходит возникновение чередующихся циклов высокого и низкого давления это приблизительно 20 тысяч циклов в секунду во время действия низкого давления образуются маленькие вакуумные пузырьки когда пузырьки достигают определенного размера они стремительно разрушаются во время действия высокого давления и во время внутреннего взрыва локально генерируются очень высокие давления относительно высокие давления и высокая скорость струи жидкости поэтому такие полученные потоки турбулентность они разрывают агломераты частиц и приводят к достаточно сильным столкновениям между индивидуальными частицами в итоге предварительно равномерно перемешанная жидкость превращается в однородную массу однако и здесь когда мы делаем ультразвуковую гомогенизацию мы стараемся режим ультразвуков выбрать таким образом чтобы действующие активные вещества не разрушались потому что ты сейчас сказал очень много страшных слов и у меня как у потребителя первый вопрос этот продукт очень ценен то есть он не разрушает полезные свойства за счет вот этих всех локальных пузырьков и всех остальных вот этих кавитаций нет все все остается в норме все нормально то есть мы проверяли проверяли я почему на этом еще заостряю внимание потому что очень часто когда ты идешь ну в принципе это рецептура она достаточно известна в открытых источниках находится и очень часто бывает вот меда стоят с разными наполнителями там даже с орехами там с маточным молочком или с какими-то другими продуктами пчеловодства и бывает вот этот эффект фракционирования то есть расстройки когда одни компоненты всплывают наверх да более легкие а мед как бы наоборот опускается вниз как бы ну это во-первых и выглядит очень ну скажем так не совсем эстетично но мы-то еще как химики биологи и медики знаем что на границе вот этих двух средств это самая благоприятная среда для заселения микроорганизмами поэтому именно вот это равномерное перемешивание вот эта ультразвуковая гомогенизация да и плюс вот механическая то что ты говорил первом этапе она создает вот этот продукт по всему продукту вот именно в однородной фазе ну для чего нужен этот продукт прежде всего он способствует повышению защитных сил организма выведению токсинов радионуклеидов нормализует микрофлору кишечника например при дисбактериозе или после антибиотикотерапии обладает болеутоляющими противовирусными противовоспалительными антимикробными противогрибковыми противопротозойными антиоксидантными свойствами то есть собственно все что мы сегодня говорили про прополис все то есть вот в этой замечательной банке этого продукта выраженное противовоспалительное действие позволяет его использовать при ряде заболеваний то есть это гинекологические мочевыводящие желчевыводящие дыхательные пути то есть при любых инфекциях которые имеются во всех органах и системах этот продукт будет очень показан ну и наверное есть смысл еще рассказать об одном интересном факте который проводил наша лаборатория да лаборатория федерал проводила исследование медов с различными компонентами сейчас вы как раз на экране их видите то есть это стандартные наши известные любимые продукты это полёк опиток мед с мумиё с лецитином спиргой полянка опифитотонус и на верхней строке вы видите против каких микроорганизмов определяли эту антимикробную активность медовых композиций то есть это самые распространенные патогенные микроорганизмы то есть это стафилококки возбудители различных инфекций там верхних дыхательных путей мочевыводящих путей это кишечная палочка это возбудители различных дисбактериозов там и других состояний и что мы видим что тополёк он является лидером то есть самый активный по отношению к губительному воздействию патогенных микроорганизмов все они конечно без исключения будут оказывать в той или иной степени проявлять свое антимикробное действие но вот именно прополис он будет все же являться самым сильным по воздействию на этого возбудителя то есть вот на эти самые ближайшие ну частые возбудители поэтому защитить себя свою семью в период эпидемии это возможно возможно с продуктами компании тинториум я конечно всем только хочу пожелать крепкого крепкого здоровья особенно беречь себя вот в этот период эрвышных эпидемий да и себя и свою семью и своих деток ну у нас еще есть очень замечательная новость сегодня до апимарафона 2020 года остается всего один месяц 21 марта более чем в 25 городах соберутся все кому не безразлично свое здоровье и благополучие апимарафон это одно из ключевых мероприятий компании тинториум которая проходит с 2011 года и с тех пор каждый год это событие бенеет тысячи людей по всему миру по всему миру все они хотят больше узнать о пользе продуктов тинториум и возможностях которые предоставляет компания каждому в этом году апимарафон проходит под девизом управляй здоровьем вместе с тинториум и каждый кто окажется 21 марта на апимарафоне еще ближе познакомиться с компанией узнает какие продукты компании тинториум помогут сохранить здоровье и красоту услышит удивительные истории тех кому тинториум помог стать успешным найдет своих друзей и единомышленников получит полезные подарки от компании и конечно отлично проведет время поэтому друзья даже не так друзья я приглашаю вас на яркое событие 2020 года апимарафон тинториум в вашем городе и сейчас вы видите те города в которых объявлены апимарафоны где вы можете связаться и быть вместе с нашими и с вашими единомышленниками а на сегодня мы с вами прощаемся мы рассказали все свои секреты какие есть в нашем продукте какие есть технологии будем с нетерпением ждать марат муслимович новых открытий новых ноу-хау на заводе тинториум до встречи на апимарафоне на следующем продуктовом вебинаре будьте здоровы пока пока до встречи всего вам доброго